Россия поэтапно отменит санкции в отношении турецких компаний о возобновлении чартерного авиасообщения с Анкарой, дело техники и ближайшего времени. Об этом сегодня заявил Владимир Путин. Российский лидер принимает в Санкт-Петербурге своего турецкого коллегу. И, судя по всему, стороны близки к нормализации отношений. Еще в декабре прошлого года, после того, как турецкие ВВС сбили российский Су-24, Путин предполагал, что Аллах, цитата, «лишил правящую клику Турции разума и рассудка». Что изменилось за эти 9 месяцев и как Россия и Турция намерены восстанавливать связи в репортаже из Санкт-Петербурга. Город убран на каждом перекрестке ключевых улиц, дорожная полиция. В Петербурге так встречают высоких и дорогих гостей. И сегодня никто не вспоминает, как в ноябре прошлого года, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, возмущенные граждане митинговали у стен турецкого консульства. Тогда рвали изображение полумесяца. Сейчас все с точностью, да наоборот, Петербург демонстрирует небывалое гостеприимство. Президента Турции Раджеп Эрдогана российский лидер Владимир Путин принял в главной резиденции северной столицы, в Константиновском дворце. Они не виделись почти год. За это время успели практически полностью разорвать отношения, ввести санкции и ответные санкции, обвинить друг друга в терроризме и сотрудничестве с ИГИЛ. Кажется, совсем недавно Путин предупреждал, одними помидорами не отделайтесь. Но сегодня, вопреки прошлогодним прогнозам политологов, они приветствовали друг друга крепким мужским рукопожатием. Обе стороны нацелены на восстановление отношений и их дальнейшее улучшение. У обеих сторон есть на это воля. Для Раджепа Эрдогана визит в Россию – это первая зарубежная поездка после неудачной попытки государственного переворота в ночь на 16 июля. Тогда власть чуть не захватили военные кемалисты, сторонники светской Турции. По некоторым данным, за несколько часов до начала пуча Эрдогана предупредили об угрозе российские спецслужбы. В Кремле эти сообщения не подтвердили, но и не опровергли. Пресс-служба российского президента заявляла, что информации о предупреждении не располагает. Зато точно известно, что Владимир Путин одним из первых лидеров позвонил турецкому коллеге и поддержал его в критический момент. Ваш сегодняшний визит, несмотря на очень сложную внутриполитическую ситуацию в Турции, говорит о том, что мы все хотим возобновление нашего диалога, восстановление отношений, во имя интересов народа в Турции и России. Видимо, теперь Джеб Эрдоган сделает разворот на северо-восток. Вместе с турецким президентом в Петербург прилетела целая делегация предпринимателей. Ясно, что для обеих стран именно экономическая сторона отношений обладает ключевым значением. И вот он первый результат. Эрдоган уже заявил, что его страна готова реализовывать с Россией проект газопровода «Турецкий поток», по которому топливо будет доставляться в Европу. Впрочем, эта бурная деятельность в стиле разговора о ней совсем не означает, что Анкара уйдет с западных рынков и резко сменит политические приоритеты, говорят политологи. Я думаю, что и Европа не отвернется от Турции, потому что и те, и другие заинтересованы друг в друге. Я думаю, что это временное вот такое охлаждение. Конечно, на Европу повлияет в значительной степени, если только Эрдоган подпишет закон о введении смертной казни. С Россией, напоминают обозреватели Турцию, наследницу Османской империи связывают 500 лет дипотношений. Впрочем, почти полвека из них это войны. Турки принимали участие в строительстве того же Петербурга, где сегодня встретились президенты. Правда, опять оговорка, в большинстве это были военнопленные. В 21 веке строителям из снова дружественной державы доверяют ключевые объекты. Они, например, работают на западном скоростном диаметре. Это питерская платная автомагистраль. Движения по магистрали должны открыть в этом году. Скоростная дорога – обязательное условие проведения Мундиаля в 2018. Для России имиджевый проект. И надо полагать, федеральный объект сдавать заказчику строители будут интернациональной бригадой. У обоих президентов деловой настрой. Старые обиды забыты. Они обиделись год назад друг на друга. С тех пор Эрдоган, вот сейчас, Путина назвал своим другом, сказал, что он едет к другу Владимиру решать свои вопросы. Ну вот, сейчас территорика совсем другая. Сейчас нож в спину туркам нанесли, воткнулись с другой стороны. Именно турецкие генералы, которые одновременно являются генералами НАТО, организовали переворот против Реджепа Эрдогана. Есть серьезные подозрения, что они вели какие-то переговоры со своими западными коллегами в Европе, в Соединенные Штаты. Рядовые россияне потепление в отношениях с Турцией должны почувствовать на теплом турецком берегу. Он теперь станет ближе. Владимир Путин обещал, в кратчайшие сроки на Средиземное море опять полетят чартеры. Юрий Барнюк, РТВА, Санкт-Петербург.